В эфире новости на телеканале Ника Плюс в студии Александр Гнетнев. Здравствуйте! Сегодня в России вспоминают жертв двух чеченских компаний и всех, кто погиб в локальных конфликтах. 11 декабря, 21 год назад, начался один из самых кровопролитных конфликтов в истории современной России. В Петрозаводске у памятника «Колокол скорби» прошел траурный митинг. В чеченских компаниях погибли 73 наших земляка. С мамой одного из карельских бойцов встретилась наша съемочная группа. Сибириков Алексей Юрьевич, год рождения и все его данные. И четко я видела. Погиб. Уже когда написано «погиб», я уже не знаю, что было. Я уже ничего не помню. 15 лет прошло, а слезы на глазах не высыхают. У Нины Федоровны во время военных действий в Чечне погиб младший из двух сыновей Алексей. Служить хотел всегда. Не зря ведь защитник, оберегающий. О значении имени Алексея говорит Нина Федоровна. Вспоминает, что имя дал дед, прошедший Великую Отечественную. Я хочу защищать народ, родину от бандитов. Вот он был в шестом классе. Я понимаю, что, по-моему, там был тогда Афган. И он все время крутил такие песни про душманов. Что-то такое, что наша армия бьет душманов, прочее, прочее. 7 января 2000 года Алексей должен был мобилизоваться. Родные ждали возвращения. Но 15 января был еще один бой, последний. Алексей получил сильное ранение в живот. А семья – трагическое известие. Несправедливость стоит в том, что если бы своевременно их заменили, то есть не расторопнулись в наших военных, то он бы остался жив. Ты помни, не плачь, моя родная, Собери родню, помял у тебя, Досходи во храм за околицу, Покланися твой, Богородице. Сегодня в День памяти погибших солдат в Чечне вспоминают всех поименно. В Карельской книге памяти 73 фамилии наших земляков. В списке – 18-летние новобранцы и сотрудники силовых ведомств. Сыновья, мужья и отцы. Возложить цветы и венки к памятнику павшим при исполнении воинского долга пришли матери, вдовы, сослуживцы. Пока помним мы о своих детях, пока мы помним о тех, кто своей жизнью сделал нам мирное небо, головой, будь это участник Великой Честной войны, или это Афганистан, или какая-либо другая горячая точка. Пока мы их помним, они с нами. Родные сдерживают себя, насколько хватает сил. И радуются, что в митингах участвуют школьники. Сейчас, когда погибших уже не вернуть, самое важное – сохранить память о них. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Две детские площадки были открыты в Петрозаводске сегодня. Одна на улице Правды, вторая на Куковке. Они появились по инициативе жильцов и при поддержке депутатов Петросовета. Еще одна детская площадка теперь есть на Куковке. Во дворе домов 8 и 10 по Сартовальской. С инициативой установить городок обратились к депутату Алексею Беленинову родители. Здесь качели, лазалки, карусели и горка. Каждый ребенок найдет спортивный снаряд по душе. Год назад обратились жильцы Сартовальской 8, молодые родители, у которых есть маленькие дети, поставили недавно. Звонил, дети довольны, мама довольна, все довольны. Решение о благоустройстве своего двора принимают сами жильцы на общем собрании собственников. Так получилось и в доме 1А по улице Правды. Еще в прошлом году на этом кусочке земли росли крапива и репей. Узнали, что у нас есть депутат свой, Алексей Анатольевич Яблоков, который поддержал нашу инициативу и сказал, что чем сможет, тем поможет. Прорабатывали мы вариант со всеми родителями, которые у нас в доме проживали, с детьми, что необходимо детям и в каком виде. И был согласован план этого детского городка и все эти предметы, все это оборудование. Депутатский корпус поддержал эту инициативу. И вообще эта инициатива установки детских площадок, она уже не нова, ставится просто давно. И в некоторых дворах установлены. Всего в этом году будет открыто 12 таких городков. Их устанавливают на средства субсидии в 5 миллионов рублей, которая была выделена правительством республики на социально-экономическое развитие Петрозаводска. Петрозаводск в следующем году получит дополнительные 5 миллионов рублей. Поправка к бюджету о выделении дополнительной субсидии карельской столицы принадлежит депутату Анне Позняковой. Решение о выделении дополнительных денежных средств на развитие районов Карелии депутаты законодательного собрания принимают не первый год. В прошлом году сумма составляла 5 миллионов рублей для каждого района. В этом году размер субсидии будет сохранен на прежнем уровне. На сегодняшнем заседании Карельского парламента депутат Анна Познякова предложила увеличить субсидию на социально-экономическое развитие территорий городу Петрозаводску еще на 5 миллионов рублей. Иными словами, Петрозаводску предлагается выделить 10 миллионов рублей. Депутатский корпус поправку одобрил. Мною сегодня была представлена поправка об увеличении городу Петрозаводску этой субсидии до 10 миллионов. Ни для кого не секрет, что в городе Петрозаводске проживает 45% граждан. И хоть и у Петрозаводска возможностей больше, но и проблем больше. Мною преследовалась цель попробовать залатать те дыры, на которые сегодня в городском бюджете денег нет. Это, например, бассейны в детских садах, это ограждение пластиковых окон в школах, это небольшое количество, но ремонт дворовых территорий. После окончательного утверждения бюджета на 2016 год субсидия должна поступить в бюджет карельской столицы. Распределять деньги предстоит депутатам Петрозаводского городского совета. Именно они должны определить наиболее острые проблемы города, на решение которых в первую очередь необходимо вливание денежных средств. В частности, дополнительные суммы, предусмотренные сегодня карельским парламентом, могут пойти на ремонт городских подъездов. Депутаты ЗАГСобрания, представляющие Петрозаводский городской округ, обещают совместно с коллегами из Петросовета найти субсидии применения в городской казне. Из 10 рублей карельского бюджета 8 уходит на социальные обязательства. Депутат Законодательного собрания Карелии Алексей Исаев назвал республику, цитата, одним из самых социально обязанных регионов. В бюджете 2016 года 24 миллиарда рублей запланировано на социалку. Безусловно, сегодня одно из самых важных заседаний ЗАГСобрания, которое было в 2015 году, потому что бюджет, который выносился на принятие в рамках второго чтения, он сегодня принят. Принят, на самом деле, мне показалось, с достаточно неплохими результатами. Вот посмотрите, у нас доходная часть 30 миллиардов рублей, расходная 32 миллиарда рублей. Из всей расходной и доходной части, соответственно говоря, у нас получается 24 миллиарда рублей. Это выполнение социальных обязательств республики. Ведь недалеко не секрет, что республика Карелия это один из самых социально обязанных регионов Российской Федерации. Это вот на примере можно сказать, что из 10 рублей 8 рублей нашего бюджета, нашей доходной части, отправляется на погашение вот этих всех социальных обязательств. По словам депутата Алексея Исаева, бюджет Карелии выполняет все свои социальные обязательства. В то же время главной проблемой финансового документа является недостаток средств на развитие республики. По мнению парламентария, компенсировать денежный дефицит необходимо за счет средств федеральной целевой программы развития Карелии. «Наше депутатское объединение в целом удовлетворено работой Министерства финансового главы республики Карелия в рамках обсуждения, в рамках работы по принятию бюджета во втором части. 23 депутата Петросовета из 30 подписались под обращением за отставку мэра Петрозаводска Галины Ширшиной. Такую информацию сегодня распространили интернет-издания Карелии. Решение может быть принято на сессии 25 декабря. Чтобы довести свою инициативу до конца, Петросовету нужно будет набрать две трети голосов действующего созыва». «По мнению депутатов Петросовета, Галина Ширшина не справляется с обязанностями градоначальника. Удалить главу с должности они решили в том числе, потому что не выполняется генеральный план Петрозаводска. Народные избранники недовольны тем, как идет строительство очистных сооружений, ливневой канализации, реконструкция водопроводных очистных сооружений, тем, что до сих пор не все горожане могут пользоваться природным газом, тем, как организованы парковки на внутриквартальных территориях города. Недостатков депутаты насчитали на 66 страниц. За время работы Галины Ширшиной считают «Слуги народа» ей вообще нечем похвастаться. И даже получение премии РБК, по их мнению, никак не спасет положение. «Если Галина Игоревна Ширшина выигрывает премию РБК и выигрывает у главы Татарстана, ну, честно говоря, я уже сказал, что это смех вызывает. Вы смотрите, Казань и вообще Татарстан, и Карелию, и Петрозаводск. Это две разные вещи». Нет, понимаете, если бы за время РБК голосовали бы жители Петрозаводска, тогда бы, наверное, мы бы сегодня не собирались бы. Но, к сожалению, непонятно, кто выносит этот вердикт. Да, и если это какая-то коммерческая компания, то есть можно любого человека номинировать абсолютно, да, то здесь, конечно, очень большая разница между тем, что в городе реально происходит. Да, и это мнение не только тех людей, которые в нем живут, да, и депутатов городского совета, а тех людей, которые здесь раньше жили и приезжают в этот город. Да, и в целом, визуально, да, они понимают, что город деградирует. Город деградирует, в том числе именно в городском хозяйстве, да, в состоянии своем, да, в уборке города, да, здесь очень много вопросов. Если бы, конечно, в РБК, как вы знаете, мы в свое время, там, премия была по Кижам, да, примерно, и голосуют там со всей России. Вот и Кижи там получают там какую-то номинацию, да, я понимаю, да, это вот объективно как бы. А когда ситуация где-то там кулуарно решается, и потом человек получает премию, ну, хорошо, вот ради бога, как бы. Вот там приходят по почте, там, большое количество писем, там, лучший налогоплательщик, там, да, там, там, самый лучший эффективный руководитель, можно получить такой же диплом, повесить себя в кабинете, замечательно, красиво. В эфире были новости. Сразу после выпуска смотрите программу «Открытая дверь». В студии работал Александр Гнетнев. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»